Девушка, вы не ждали? 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 Девушки, вы не ждали? Шуруп, вы не ждали? женщина, которая регистрировала нас, да, в ЗАГСе, она сказала, хорошо, у вас прям все подтвердилось гораздо быстро, вот. А так, говорит, бывает и по полчаса, говорит, сижу и жду, пока там это все в базе там подтвердится. Иногда и база виснет. И это один оператор, который вот это, занимается этой регистрацией, вот. И люди, конечно, там в полном шоке, в расстройствах, уже некоторые по третьему разу приезжают, чтобы сделать это свидетельство о рождении. Ну, видите, нам повезло, я считаю, даже в таком ключе, несмотря на то, что прошло 6 часов, то есть нам еще и повезло. Вот, но, как сказать, бывают такие, вы видите, ситуации, которые не зависят от, так сказать, самого персонала. Конечно же, администрации надо расширять штат, на который, она говорит, денег нет у них, представляете, денег нету для того, чтобы посадить еще человека, который вел бы операции гораздо быстрее. Вот. Ну, да ладно. Еще интересная новость, так сказать, у меня лично, это, да, это когда на днях я вел трансляцию, мне звонил телефон, я все время скидывал, чтобы проводить дальше трансляцию, думаю, перезвоню. Потом все-таки, когда я закончил трансляцию, мне позвонили, и оказывается, здесь живет мой одноклассник. Мало того, что он одноклассник еще с Воркуты, то есть там, где я родился, уехал я оттуда в 93-м году, и вот одноклассник меня нашел по Ютубу, и самое, что интересно, живем мы, не то, что рядом в Адлере, да, мы живем в одном доме, и, как бы, ну, виделись так вот, ну, глазами, да, но, естественно, с 93-го года, представьте, сколько времени прошло, естественно, я его бы и не узнал, и он бы меня не узнал, если бы не залез на канал, его попросил наш земляк, типа, там, посмотри, что там по недвижимости, да у тебя там блогер живет, спрашивал его про ЖК Адлер, и говорит, он же там себе купил, посмотри, залез, и вот Павел, Павел Смирнов его зовут, залез на Ютуб, и увидел, говорит, ничего себе, вроде как Елисей, говорит, знакомое имя, как бы, раз он земляк, типа того, что, ну, таких совпадений, ну, просто не может быть, да, чтобы это действительно не так было, вот, и вот он мне позвонил, мы с ним встретились, достаточно интересно, судьба у тоже у человека, проживал в Беларуси, вернулся сюда, оказывается, он здесь знает уже давно, так сказать, ну, всех, потому что он здесь и летом, оказывается, проводил большую часть времени, ну, летний период времени, у него здесь и родственники, и так далее, то есть, вот, представляете, насколько бывает город маленький, да, что встретишь прям в своем подъезде, да, не только земляка, но и одноклассника, так что у меня вот такие вот для вас новости, и вот если возвращаемся к тому, что по поводу получения свидетельства, то есть, не обязательно даже иметь какую-то регистрацию, то есть, по факту, только справка о рождении с роддома является, как бы, фактором получения свидетельства о рождении ребенка в любом городе, вот, ну, я особо в это не вникал, но тем не менее, вот такая ситуация в получении, получение документации здесь, здесь не так-то все это просто для кого-то, поэтому имейте в виду, может быть, для кого-то это будет полезно, вот, наконец-то, еду домой, уже целый день провел, так сказать, в кулуарах, здание, ЗАГСы и так далее, смотрите у нас какой сегодня классный все-таки денек был, я его, можно сказать, пропустил, да, ничего сегодня и так не съездил, не снял, но тем не менее, у меня всегда на канале выходит что-то для вас интересное, все, ребят, всем пока, большой всем привет из Сочи, ну и забыл еще дополнить, вернее, хотел дополнить, потому что, если все-таки меня смотрят какие-то мои одноклассники, пожалуйста, ребят, свяжитесь со мной, вот, конечно, может быть, время достаточно давно прошло, но я буду рад со всеми пообщаться, вот, тем более, видите, Павел меня нашел, и еще дополню то, что очень интересной, так сказать, сходственной чертой является то, что у него также супруга сейчас в положении, вот, так сказать, через неделю, через две, уже у них тоже будет пополнение, я говорю, ну мы теперь будем с тобой дружить, встречаться с колясками, так что вот такие вот изменения, конечно, вы увидите на моем канале Павла, вот, он, кстати, занимается мебелью, вот, производством мебели, и поэтому я думаю, что на моем канале будет актуальная информация, что почем, так что не пропустите, вот, ну, все, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok,